всем привет вот поступил вопрос такой объемный попытаюсь на него ответить несмотря на то что в общем то уже отвечал есть видео на эту тему но может отдельно для удобства навигации прежде чем ответить на этот вопрос хочу сказать уточнить и сказать что я и мой канал посвящен работе на бусе почему потому что я работаю на бусе и я рассказываю про себя как это у меня и то что по работе я вот сам прошел тем и делюсь то чего то то что не касается работа на бусе то что не касается моей жизни то в чем я не принимаю участие то я об этом и не знаю я не специалист по кадрам я не специалист по каким-то там вакансиям я не специалист по юриспруденции поэтому когда меня просят отдай ссылку на какой-то закон а скинь ссылку там к как посмотреть готова ли мое свидетельство кировцы у меня у меня точно такой же google как у вас и такие же пальцы вот так набираешь в поисковике и ищешь информацию мне за вас это делать вообще нет никакого интереса мне эти законы не интересны все что мне надо знать для работы я знаю и в общем-то своими знаниями делюсь касательно работы если у вас возникают какие-то еще интересы лично для вас интересны этом карту побыта сделать и тому подобное то интернет вам интернет вам в помощь то что я могу сделать за отдельную плату я тоже озвучил это в отдельном видео поэтому надеюсь на понимание итак вопрос буду сразу переводить на русский чтобы было понятно не только выходцам из украины сделайте пожалуйста видео на тему для чайников для для чайника у которого нет знакомства сфере бусов без знания языка есть в варшаве фирмы какие берут без опыта и знания языка есть в варшаве фирмы которые берут без опыта и без знания языка где эти фирмы находятся информация об этих фирмах на сайте о lx.pl там пишут там на на самих вакансиях часто или значок флаг украины и то есть затруднят то есть трудоустроит граждан украины многие объявления сразу идут на русском или украинском языке в многих объявлениях пишут возьмем без опыта или не возьмем без опыта там экспедиция русская или украиноязычная поэтому просто изучайте вакансии и там есть вся информация вы обязательно найдете без опыта без языка можно устроиться язык вам нужен для того чтобы ваша жизнь была лучше качественнее но можно работать без знания языка какие документы нужны для выезду на работу так и какие делает фирма а какие надо сделать собственно наручные для выезда на работу вам нужно иметь паспорт с визой либо либо картой побыта и права категории b сразу спрашивают какое водительское подойдет украинское украинские водительские права подойдут даже подойдут за ламинированные потому что в еврозоне в евросоюзе в затем за пределами польши они легальны в польше они нелегальны потому что в польше нелегально ламинат ламинированная вот эта пленка, она запрещена в Польше. Документы должны быть не заламинированы. Любой заламинированный документ в Польше считается недействительным. Но в связи с ситуацией в Украине, я не думаю, что если вас остановят польские полицейские, у вас будут серьезные проблемы. Нужно ли менять права украинские на польские? Я тоже это отдельно говорил. Не обязательно, но желательно. Если вы их не поменяете, как это сделал я, 5 лет уже не меняю и пока не собираюсь, то проблем у вас не будет. Вы периодически выезжаете за границу и поэтому вам не обязательно менять польские права. Более того, наказания за непомененные права не существует. Нет такого штрафа. Вот не поменял права, штраф. Вам в лучшем случае скажут поменяйте. А в моем случае даже такого не говорят. И я уже говорил, что я знаю поляков, которые всю жизнь живут и ездят по украинским правам. Из документов, чтобы начать работу, вам нужен паспорт и права. Все. Все остальное делает работодатель. Что он делает? Он делает вам, оплачивает вам прохождение медосмотра и психотестов. На основании этих двух бумаг у вас будет одна бумага медосмотр, вторая психотесты. И на основании умовы о праце вам заказывается свидетельство водителя, свидетельство Кировцы. И когда оно будет готово, вы можете ехать в трассу. У вас с собой в трассе должны быть выписка из лицензии, условно говоря, голубая бумажка. Свидетельство водителя, условно говоря, красненькая или розовая бумажка. Не путать с картой Кировцы. Это разные документы. По умову о праце. Желательно, чтобы она была переведена на другие языки, на немецкий. Желательно это, то есть, не обязательно. Система ИМИ. Это разрешающие документы на каждую страну Евросоюза, по которой вы будете работать внутри страны. Они могут быть физически напечатанные, то есть у вас будут листочки, либо они могут быть в виде PDF документов в вашем телефоне. Там важен штрих-код на каждую страну. Австрия, Финляндия, Франция, Германия. Там штрих-код, когда полицейские у вас проверяют правомощность вашего пребывания в этой стране, работы. Вы показываете, например, в телефоне, он сканирует QR-код, там ваше имя, все на вас зарегистрировано. Вы легально можете работать внутри этой страны. Для интернешнл перевозок эта система ими не нужна, но она по-любому у вас будет. То есть у вас будет либо стос бумаг на каждую страну, либо в телефоне куча PDF. Кроме этого, у вас должна быть страховка А1. Она делается долго, не всегда она есть. И на моих, где я работал, не всегда она у меня была. Ну, надо работать, я работаю. Есть, есть, нет и нет. Такое дело. Старые разрешающие документы типа Милога, это по Германии и Макрона, по Франции, их уже не надо. По работе вам надо будет выписывать CMR-ки, документы. Как их выписывать, есть отдельное видео. Дадут пустые бланки, дадут печать, карты полевовые, ну, то есть заправочные карты какие-то, либо кеш, либо карты, либо специальные карты на разных фирмах по-разному. Да, и все. Как устроиться на работу, уже рассказывал. Тут коротко расскажу. Приезжаете в Польшу, покупаете сим-карту. В офисе, куда вы придете за сим-картой, а это в основном такие бутики в торговых центрах, там они, как правило, идут чередой. Там Плюс, Оранж, Тимобайл, там и тому подобное. Просите, чтобы было наибольшее количество гигабайт в роуминге. Такой пакет. Он покупается по паспорту. Когда у вас будет телефон с интернетом, вы заходите на сайт OLXPL, вводите в поисковую строку, там заходите ПРАЦА, пишите КИРОВЦА, категории Б, МЕНЗОНАРУДОВЫЙ. И вам выходят куча вакансий. Вы можете какой-то ограничиться, каким-то регионом, например, только Варшава, или какой-то район Варшавы, или Варшава и плюс 50 километров по кругу. То есть там разные способы расширить или сузить поиск. И начинайте обрабатывать вакансии. Желательно высылать, сразу аппликовать CV. CV это резюме. Если у вас есть нужда, то я могу платно сделать эту работу за вас. То есть вы не даете текст, фотографию и деньги. А я вам делаю в правильном формате, правильно на польском языке, красиво, чтобы это было читабельно. Документ, который вы прикрепляете к заинтересовавшим вас вакансиям. На некоторых вакансиях есть телефон. Я рекомендую не ограничиваться резюме, а сразу звонить. Потому что резюме могут посмотреть через месяц, через два месяца, через неделю. Могут вообще не посмотреть. А вот по телефону это сразу контакт. И у меня были случаи, когда вот сразу контакт с перезвон, решал вопрос. Мне, я позвонил, мне тоже сказали, ай, не, услышали мой акцент. Говорили, нет, украинцев не берем. Но я как-то умудрился зацепиться в разговоре, сказать, что я уже здесь, я уже сейчас вот тут рядом с вами живу и могу выезжать. У меня все есть. И это сработало, и я получил эту работу. Вот. Поэтому общайтесь, разговаривайте, выясняйте, какие условия. Как можно больше поговорите в начале, чтобы как можно меньше было сюрпризов в процессе работы. Какие вопросы задавать работодателю, сейчас не буду перечитать, есть отдельное видео. Там объемный материал. Что вас должно интересовать. И все. Если вы новичок, никогда не работали на бусе, никогда не ездили в Евросоюзе и так далее, то вам все равно можно себя преподать как-то выгодно, наиболее выгодными какими-то моментами. Поэтому нужно постараться себя преподнести знание языков, какие-то личностные качества и так далее. Так, чтобы вас взяли. Как только вас возьмут на первую работу и как только вы проедете, ну условно говоря, первую неделю, сделайте цикл. У меня есть видео на канале, где я подробно рассказываю вот этот цикл, как он делается, как загрузка, как выгрузка, какая загрузка, какая выгрузка, как документы, где начебать, где пока, где пописать, где покушать. Все рассказываю. Вот вы этот цикл сделаете, то по сути у вас будет опыт для того, чтобы сказать на более фирме, которая будет вам более подходить по условиям, что у вас есть опыт. Потому что если вы отъездите на плохой фирме неделю, ну неделю, допустим, это критически, ну это минимально, ну вот если месяц, каденцию, там 28 дней вы отъездите на плохой фирме, а потом еще будете дальше на ней работать, то у вас уже опыта не прибавится. Вы просто будете терпеть неудобства, работая на плохую фирму. Но за месяц, за цикл вы проездите по пару странам, вы будете примерно понимать, как происходит эта процедура. Приезд на фирму, поиск офиса, там, объявление себя, объявление информации, что вам должны грузить, загрузка, заполнение ЦМР, все, общение с экспедитором, приезд на выгрузку, опять это все процедуры выгрузки, подписание документов, отсылание фотографий документов экспедитору. То есть этот весь алгоритм у вас уже будет несколько раз повторен и, в общем-то, вам больше набираться опыта на плохой фирме смысла нет. Поэтому, если вы пойдете на плохую фирму, проработали месяц, набрались опыта и ищите сразу следующую фирму. Бывает так, что вроде вы попали на плохую фирму, а на самом деле она вам понравилась, подошла и вы себе там чудесно устроились и работаете. Бывает наоборот, вы вроде попали на хорошую фирму, но там вам так мозги вынесли, там то не подошло, так и подошло. Ищите и найдете. Последнее, что с законами беженства и так далее. Что с законами беженства, я не знаю и знать, но мне это неинтересно. Я не беженец, я здесь живу с 15-го года в Евросоюзе, с 18-го конкретно в Польше. Что там происходит, у вас есть интернет, читайте, общайтесь, задавайте вопросы там, я не знаю кому, каким-то адвокатам, каким-то юристам. В общем-то, каких-то специальных для беженцев условий работы на бусе я не знаю. Все условия польские для беженцев, они действуют внутри Польши. Как только вы выехали, например, в Германию, там уже распространяются законы Германии. И какие-то польские льготы, и какие-то польские там песели и тому подобное в Германии уже не действуют. Поэтому у вас должны быть документы рабочие, то есть умовы у працы, виза, карта побыта или виза или карта побыта для работы в Евросоюзе. Если у вас этого нету, а есть только вот какие-то польские законы для беженцев, то они только внутри Польши. Тогда вам надо работать внутри Польши. На бусе или на фабрике, или продавцом, или где устроитесь. И здесь тоже уже есть отдельное видео, я рассказывал. Механизм простой. Дожидаетесь получения, сразу же находите работу, сразу же подаетесь на карту побыта, когда как только получаете пластик, сразу вы можете уже выезжать в Европу, работать по Европе. Говорят, опять же, говорят, я не знаю, я этого не проверял, не знаю, потому что мне не надо, что сейчас уже внутри Польши можно открыть рабочую визу для украинцев. Изучите этот вопрос. Если вы заехали без визы, как беженец, а хотите работать на бусе, то вам надо либо виза рабочая, польская, либо карта побыта. В очередной раз повторяюсь. По сути, рассказалось все то, что уже рассказывал неоднократно в других видео. С вас лайк, подписка, вопросы, комментарии и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!